Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я с Передонова Екатерина, лайф-коуч, в гостях у моего любимого энерготерапевта Натальи Вильдяевой. Мучаю ее следующими вопросами. Наташа, скажи, пожалуйста, в чем уникальность методики, которую ты практикуешь, и кому ты ее рекомендуешь? Методика оздоровления человека, методика эффективного проживания в своей жизни. Это все то, что я предлагаю каждому человеку, кто, во-первых, психически здоров, это и есть ограничения для приема помощи именно энерготерапевта. Ограничения распространяются на людей, у которых есть какое-либо новообразование головы как части тела, не приглашаются в энерготерапию беременные женщины. Но все остальные, кто не попал в эту группу, соответственно, могут принимать сеанс энергорелаксации для того, чтобы стать более здоровым. Терапевтический эффект метода до 90%. Медикаментозное лечение нам дает эффективность 50-55 плюс побочные действия. В любом случае у нас речь идет о трансовых техниках, то, что предлагает йога, то, что предлагает цигун, то, что предлагает ушу, тэдзи-сюань и прочие техники. Но в данном случае энерготерапевт работает практически с пациентом сам. Главная задача пациента на сеансе энергорелаксации встать в самую простую асану, когда он стоит, и просто, закрыв глаза, позволить своей центральной нервной системе немножко расслабиться. Для того, чтобы погрузиться в легкий контролируемый транс. Все самые сильные терапевтические эффекты во всех дисциплинах, которые я только что перечислила, они достигаются в трансе. Поэтому те ограничения, о которых я сказала в самом начале, которые не позволяют людей эти категории вводить в глубокие состояния транса и даже в неглубокие. Поэтому такие ограничения. А так, если человеку позволено, то, конечно же, можно заниматься и у энерготерапевта, принимать сеансы энергорелаксации. Количество сеансов или даже количество курсов определяется после диагностики, собеседования со специалистом, когда он рекомендует конкретному человеку конкретное количество сеансов. Речь идет о очень серьезной интенсивной энергетической нагрузке. Наташа, подскажи, пожалуйста, что происходит во время сеанса? Я как пациент расслабилась. А что дальше со мной происходит? Дальше энерготерапевт работает с энергоструктурой пациента. Он знает, как это делать. Энергоструктура человека сложно очень устроена. Это изучается долгими, так сказать, годами. Ну, чтобы кратко, уж совсем в трех словах буквально описать все, что происходит в биополе пациента, когда с ним работает энерготерапевт. Это работа с энергоцентрами А, чакрами. И Б, работа с каналами НАДИ или с энергетическими каналами, которые полностью окутывают человека и количество их огромное. Китайская система, посчитав, сказала, что это 75 тысяч, а иногда источники говорят, что их 125 тысяч. Поэтому работа сложная, но, тем не менее, она эффективная, потому что работа ведется на глубинном, на причинном уровне. Физическое тело потом получает такой хороший отклик от энергетики, что да, все нормально, хорошо, замечательно, и физическое тело оздоравливается. Запускаются мощные процессы регенерации и трансформации, которые заложены в человеке. А редко кто сам может каким-то образом пробудить этот ресурс, это нужно долго заниматься. А когда энерготерапевт работает или йога терапевт работает с пациентом, то он как специалист помогает быстрее активизировать этот ресурс и как результат получить хороший терапевтический эффект. И как еще более, так сказать, яркий, серьезный результат, который наверняка всех заинтересует, это вопрос активного долголетия, он решается в этой системе. Правильно я понимаю, что можно исцелить себя посредством этой методики? Да, если человек обученный, если он понимает, как работать, если он принял практики, трансформировался благодаря этому, потому что просто так адаптировать практику не получает, это сложный процесс. Вот, если у него все уже это получилось, то дается методика, как можно работать с самим собой, да. И не зависит от кого. Наташа, следующий вопрос. Я знаю, что пространство тоже можно очищать, не только душу, тело, энергетику, но и пространство. Очищать можно все. Скажи, как это происходит? Я знаю, что у тебя есть такие сеансы по очищению пространства. Да, да. Есть специальные практики, которые помогут очистить квартиру, дачу, офис, вплоть до торговых залов или там больших ангаров, где хранятся большие партии товара. Можно очистить все. Вопрос нагрузки, которую при этом испытывает энерготерапевт. Вот, и как правило, это очень серьезные валютные практики применяются. И результатом такого воздействия на среду получается, что человек начинает жить или работать, или отдыхать, или трудиться в более чистом пространстве, значит, его эффективность много выше. Вот. Там лучше торговля, там лучше... И если это спальня, то сон? Да, условно. Более здоровый, комфортный сон, выше иммунитет в квартирах. Да, чертам, а вот очистка прошла. Вот. Гости приходят в такие помещения, и, как правило, они не хотят оттуда уходить, потому что они бессознательно чувствуют, что здесь легко, чисто, спокойно и хорошо. Именно поэтому я приезжаю к Наташе регулярно на сеансы, потому что здесь настолько уютно, что не хочется уходить. Для меня это место силы. Хорошо, дорогие друзья, приходите на практики. Будьте здоровы. Всегда Ваша Спридонова Екатерина и Наталья Бельдяевна. Будьте здоровы.